Сегодня, в реальном времени, мы говорим с одним из руководителей Либерального клуба «Единой России», генеральным директором Института прикладной политики Ольгой Кроштановской. Ольга Викторовна, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились прийти. Но, вы знаете, для меня, когда первые ленты пошли с информацией о создании Либерального клуба, я увидел вашу, в том числе, фамилию. Сказать, что я поразился, это, наверное, ничего не сказать. То есть, я знаю и помню ваши достаточно критические замечания, высказывания, в том числе в адрес правящей партии и правительства, тех решений, которые были ранее приняты. Что изменилось? Почему вы решили войти в «Единую Россию» и там создать подрывной клуб под названием «Либеральный»? Да, вы знаете, я бы сказала, что все-таки раньше нельзя меня было назвать критиком режима. Моя позиция как ученого, социолога, политолога всегда заключалась в том, что надо фиксировать то, что есть. Я никогда не высказывала свое собственное мнение, хотя оно у меня, безусловно, было. И, наверное, пришло время, как бы созрело во мне так много вот этого невысказанного, какой-то моей позиции личностной, что вот это побудило меня войти в партию, тем более, что у меня совершенно не было никакого политического опыта, я никогда не была членом никакой партии до этого. Решила попробовать. Оказалось, что это ужасно интересно. Ну, то есть это пробы такие? Ну, сначала это была пробы, да. Теперь я уже серьезно увлеклась этим делом. И действительно, меня просто захватил вот этот процесс, такой политический вихрь какой-то, который существует там внутри «Единой России», ну и вообще у нас в стране. Позвольте вам задать тогда вопрос. Все предыдущие партии власти, как-то выбор России, наш дом Россия, ну и так далее, да? Ну, собственно, КПСС. Закончили очень плохо. Все закончили плохо. Их нет. Я думаю, что многие даже об их существовании не догадываются, современников. Вы не боитесь, что вот вступив в «Единую Россию», вы замараетесь? Простите за такой вот прямой вопрос, что рано или поздно в том числе этой партии придется отвечать по векселям, да, ранее подписанным, по тем обещаниям, которые были даны, публично, не публично, по той степени, ну, все поглощения этой партии всех направлений в обществе российском. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот вы этого не опасаетесь? Насчет гибели партий. Все, что рождается, все умирает. И в этом нет драмы. В этом естественный процесс заключается. Это во-первых. Во-вторых, по поводу «замарайтесь», спасибо, что вы задаете этот вопрос, потому что обычно это за спиной только звучит где-то, и мне только отголоски доходят. А так вот прямо, конечно, были у меня какие-то раздумья, и в самом начале еще, когда я этот шаг принимала, но для меня позиция такая, что если ты активный человек, у тебя есть какая-то позиция, можно стоять в стране и критиковать, а можно прийти туда, внутрь войти и пытаться изменить изнутри. Вот моя позиция такая, активная. То есть вы считаете, сейчас вы уже пообщавшись с людьми, сколько уже времени вы в «Единой России»? В апреле год. В апреле будет год уже, да? То есть, ну, некоторых вы знали и до этого, я думаю, да? Но сейчас вот уже несколько в ином обличии, в варианте вы с ними общаетесь. Вы по-прежнему считаете, что в этой партии возможны изменения? Хрупкие женские плечи могут противостоять? Да, я считаю, что если есть люди, которые хотят каких-то изменений, то такие изменения могут быть. Я, кстати, еще не до конца все-таки сказала по поводу «замарайтесь» и так далее. Я не чувствую, что войдя в партию «Единой России», в правящую партию, за которую голосует подавляющее большинство все-таки в нашей стране, я совершила какой-то позорный там поступок. Мне кажется, что можно не соглашаться с какими-то вещами, которые там делают, но есть очень много и хороших вещей, и там очень много интересных людей. И мне кажется, что за это время, пока эта партия большинства, все-таки в нашей стране стала жить получше людям. Вы не считаете? Ольга Викторовна, позвольте мне отвечать на этот вопрос, но вот опять-таки вернусь к вашим словам, там есть и хорошее. А вот что хорошего? Что хорошего в «Единой России»? Когда мы видим, принимаются, это, кстати, переходя к теме либерализма, закон о регулировании торговой деятельности, закон о регулировании фармрынка, и общаясь с разными бизнесами, крупными, малыми, какими угодно, я слышу не просто недовольство. Все говорят, это очень опасные игры. И то, что сейчас на том же фармрынке происходит, изъятие фактически, вымывание дешевых отечественных медпрепаратов, и измещение их дорогими импортными препаратами. И то, что говорят мне ритейлеры по поводу тех регулирований, бонусов, торговых наценок и так далее, все это уже не единожды проходили. Я уже не говорю о принятии транспортного налога. Трижды принять и затем отменить его. Или отменить то решение, которое было принято. Так что же хорошего? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это старая истина. Хорошего то, что все-таки партия сама думает, как сделать в стране хорошо. Понимаете? То есть это они искренне... Да, они искренне хотят... Я, простите, вот еще пока не отождествляю вас, единственные, мне очень сложно это сделать. Но тем не менее, они искренне в этом убеждены. Это мое мнение, понимаете? Да, я считаю, что, конечно, у них есть... У них, я тоже, видите, себя как будто бы не отождествляю, у партии есть свой интерес, электоральный интерес. Они хотят получить как можно больше голосов и выиграть на выборах. Ну и все партии тоже этого хотят, правда? Ну и они стараются что-то делать. То есть они хотят власти. Причем и держать это власть. Да, они хотят власти, да. Все, кто находится в политическом поле, хотят или власти, или влияние на власть. Да, конечно. Это партия власти, она получила власть, она не хочет ее отпускать, она хочет, чтобы люди голосовали за нее, поэтому она все время старается иметь какую-то обратную связь с людьми, чтобы понять, что люди хотят и как-то на это реагировать. В этом ничего плохого нет. Другое дело, что, может быть, какие-то сигналы ошибочно воспринимаются, какие-то решения ошибочно. У нас в стране существует коррупция на всех уровнях, это ни для кого не секрет. Возможно, какие-то законопроекты были пролоббированы там кем-то. Я сейчас просто не хочу даже внедряться в эту тему. То есть то, что есть ошибки, никто этого не отрицает. Но то, что есть намерение все-таки как-то действовать, что-то делать, вот меня, например, это потрясло. Когда я стала членом партии, просто вихрь какой-то. То есть это гигантская какая-то энергетика, и люди очень-очень много работают там, везде, в регионах ездят, проектов масса. Вот это для меня было удивительно, потому что со стороны мне казалось, что победа «Единая Россия», она такая как бы запрограммирована автоматическая. Вот само оно там венели, написали. Ну да, если еще по этому присоокупить административные ресурсы и так далее. Да, да. Но все-таки вот мой такой вывод, что это не совсем так. Административный ресурс, безусловно, есть в регионах и прочее, но все-таки за этими победами стоит колоссальная работа людей в партии. То есть это не просто звук, это и не просто желание, но и конкретные действия. Да, мне кажется, да. Вот вернемся все-таки к либеральному клубу. Что это за клуб? Ну вот либеральный клуб партии «Единая Россия», так хочется сказать, что это? До этого три клуба, которые существуют в «Единой России», они все-таки основываются на членах-депутатах Государственной Думы. То есть они работают практически в недрах Государственной Думы. Конечно, там есть приглашенные эксперты, тоже идут какие-то обсуждения там и так далее. Но за последний год в «Единую Россию» вступило несколько людей, которые, собственно, вот и составили основу этого клуба. Никто из них не депутат. Подрывники, вот так хочется вас назвать, подрывники. То есть мы как-то почувствовали себя единомышленниками, когда мы путешествовали по стране, мы 16 регионов объездили с проектом «Стратегии 2020. Региональная проекция». Вот с этого все началось. И в поездах, в самолетах, где-то мы летали, сидели, ужинали там по вечерам, обсуждали какие-то проблемы, и свои недовольники, там среди нас несколько бизнесменов есть. Тоже жаловали, что где-то мы не согласны, где-то у нас есть собственная позиция и так далее. И вот так постепенно это родилось. Родилось в поезде, я помню, как сейчас, Москва-Рязань. Вот так даже, да? Ну, а вы, образовав либеральный клуб, это такую дискуссионную площадку себе выбрали? Или это такой междусобочек единорусовских либералов? Я еще раз подчеркиваю, для меня, для политического журналиста, очень сложно сочетать либерализм и единая Россия. Но вот я на вас смотрю, я понимаю, наверное, это возможно. В партии много разных людей, у которых разные взгляды. Ну, или, может быть, не радикально разные, но все-таки. То есть вот те люди, которые сейчас составляют основу клуба, у них либеральные взгляды, но при этом они не радикально настроены, они лоялисты. То есть они считают, что власть делает много хорошего, но где-то ее надо все-таки поправлять и критиковать. И задача все-таки вот нас способствовать, скажем так, модернизации, потому что просто это необходимо. Не потому что это президент сказал или там премьер-министр, собственно, не в этом дело. Просто мы считаем, что действительно надо это делать. Продолжение следует...